Я приветствую всех, драгоценные братья и сестры, кто присоединился к нашей трансляции, к этому богослужению в Церкви Завета. Где бы вы ни находились, я уверен, мне очень хочется верить, что вы уже проснулись и привели себя в порядок, и вы не опаздываете на богослужение. Когда нужно приехать куда-нибудь, проделать какое-то расстояние, преодолеть какой-то путь, препятствия, и вы думаете, эх, вот времени хватило. Конечно, если бы я жил вот тут рядом, вот как Сергей Петрович, вот прям буквально через дом, ну конечно, я бы не опаздывал. А сейчас время такое, что тебе надо проделать расстояние, вот этот огромный путь, он бывает тоже такой непростой, да, между твоей кроватью и до твоего экрана телевизора. И бывает тоже так непросто, знаете, я думаю, мы можем сделать вывод, что все-таки мы опаздываем не из-за того, что расстояние большое, не из-за того, что у нас времени не хватает или еще чего-то не хватает. Похоже, проблема в чем-то другом, друзья. Поэтому, если вы проснулись, если вы готовы слышать, вы можете написать в чате «Я готов», «Я здесь» или что-нибудь типа в этом роде. Или можете написать «Я проснулся», «Я бодрствую», «Аминь». Молодцы, спасибо. Я думаю, что, как написано, что праведник, он во всем успеет, правда? Вот в чем проблема. Проблема, наверное, в том, что бывает отношение какое-то не такое у нас, поэтому мы опаздываем. И нужно иметь правильное положение перед Богом, и тогда все получится, независимо от расстояния, которое надо преодолеть. Ведь Господь дает все, что нужно, чтобы ты был вовремя там, где Бог хочет тебя видеть. И именно об этом я и хочу пообщаться сегодня с вами, дорогие друзья. В прошлый раз мы обратили с вами внимание на одну бедную вдову, которая не имела пропитания, которая просто находилась в бедственном положении, но к которой Бог направил своего пророка Илью. И он так и сказал в третьей книге царств, в 17 главе написано, Бог сказал, Илья, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. Странно, не правда ли? Достаточно странно, мне кажется, звучит. Я повелел женщине, да еще вдове. Хорошо, Бог еще не сказал, что у нее ребенок маленький есть. Наверное, Илья подумал бы, ну точно это не от Бога, просто дьявол искушает меня. Голод по всей земле, есть нечего. Я сейчас приду, здоровый мужик, питаться у женщины-вдовы, да еще тут с ребенком. Но Господь, я думаю, утаил осознанно эту информацию, поэтому Илья пришел, ожидая все-таки, что там все в порядке. И мы видим, что у нее ничего не было. У этой вдовы ничего не было, чтобы прокормить себя, своего ребенка, не говоря уже о том, чтобы питать еще одного мужика. И так у этой женщины не было ничего для этого. Тогда вопрос, почему, интересно, Бог направляет своего пророка, мужчину, к этой бедной вдове? Я должен сказать, что Иисус Христос в самом начале своего служения, вот он был в пустыне, вот он был искушаем от дьявола, 40 дней и 40 ночей, вот он выходит на служение, приходит в синагогу и начинает проповедовать, Дух Божий на мне и так далее, и так далее. Господь помазал меня. И потом он обращается к иудеям, и первое, что он делает, он напоминает иудеям, которые его слушали, эту удивительную историю о вдове, об этой бедной вдове, которая в результате на самом деле кормила пророка Божьего, Божьего, но эта вдова не была даже частью израильского народа. Что же такое было у этой женщины? Давайте прочитаем то, что Иисус об этом говорил, напоминая иудеям эту историю. Евангелие от Луки, 4 глава, с 25 и 26 стих я прочитаю. «Поистине говорю вам, — говорит Иисус, — «Много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую». Господи, миллионный народ, миллионы людей, которые имеют Твой закон, которые имеют посвящение, откровение, знание о живом, настоящем Боге, и Ты из всех людей не смог найти кого-то, кому бы Ты смог повелеть кормить своего пророка? Мне кажется, этот факт заставляет просто остановиться и подумать, что же на самом деле было особенного у этой женщины, которая даже не принадлежала к израильскому народу. Она жила недалеко от Израиля, это был смежный рядышком, который жил народ, и именно туда Бог направил своего пророка. Я думаю, что много можно хороших качеств найти у этой женщины, и, возможно, вы видите какие-то особенные качества. Друзья, но я хочу предложить вам сегодня одно качество. И, на мой взгляд, оно главное. Мне кажется, оно является именно таким качеством, которое отличало ее, языческую женщину, от всех детей Божьих того времени. Я вам скажу, я думаю, что это способность верить Богу, не разделяя, сколько мне, а сколько Ему. Я еще раз повторю, я думаю, что это качество звучит примерно так. Это способность верить Богу полностью, не разделяя на то, что мне, а что Ему. Я думаю, что, возможно, именно это и имел в виду Иисус, когда говорил о закваске фарисейской, которой надо беречься. Фарисеи очень продуманные такие люди были, которые определяли, в чем выгоду можно извлечь, даже в храме, они находили возможность, чтобы получать какую-то прибыль, даже во время богослужения. Они думали о том, как бы не потратить это время напрасно, вроде и Богу поклоняюсь, но чтобы и, значит, какую-то прибыль здесь получить. Я думаю, что это то, против чего Иисус был настроен очень радикально. Эта женщина говорит Ильи, у меня ничего нет, чтобы прокормить тебя, у меня ничего нет. А Илья ей отвечает, дай мне то, что ты хотела оставить себе и своему ребенку. О, Боже! И вы вдумайтесь, и она отдает, и она отдает то последнее, что было у нее для себя и для ее ребенка. Она отдает! Я восхищаюсь просто этой женщиной, я восхищаюсь этой историей. Бог ей повелел, написано, чтобы она кормила Илью. Илью, я задумался, как интересно Бог ей мог вообще повелеть, этой языческой женщине, которая жила в Сарепте-Сидонской, и где поклонялись вообще Ваалу, Астарте, разным, знаете, лже-богам. Я представляю, как она смотрела на этот народ. Я скажу, что разные народы языческие, которые окружали и Израиль, они, конечно же, знали о том, что происходило в Израиле. Они знали эту историю, они много были наслышаны. О том, как сильно Бог заботится о своем народе. Они слышали, конечно, о том, как Бог проводил свой народ через воды, которые просто раступились перед ними, и они по суху прошли. А потом египтян, войско фараонова, которое погналось вслед, эти воды накрыли. Конечно, эти все народы слышали о том, как Бог заботился о них в пустыне, как Он давал им воду из скалы. Конечно, они слышали все эти истории. Я представляю, как эта женщина, слыша все эти разные истории о том, насколько Бог реально живет с людьми, с этим народом, насколько Он может позаботиться об этих людях. Я думаю, она размышляла, «О, если бы я могла бы быть в числе этого народа! О, если бы только я могла быть вместе с ними! Я бы служила этому Богу полностью! Я бы отдала Ему все, что у меня есть! Я бы служила Ему вместе с этими людьми!» Ну, конечно, это невозможно. И она рассуждала примерно так. Я думаю, и вдруг она услышала внутри себя мысли, которые на самом деле были от Бога. И она услышала, «А если я попрошу у тебя последнее, смогла бы ты отдать этому Богу, о котором ты мечтаешь?» Я думаю, она, думая, что размышляя, просто сама в себе сказала, «Да, конечно, я бы Ему все отдала! Такому Богу, который так заботится о своих людях, я бы все могла отдать! Я бы и последнее отдала! Я никогда не видела, чтобы Ваал, Астарта или какой-то другой лже-бог так бы заботился о своих людях! Я живу среди своего народа! Я вижу все, что происходит! Я вижу весь этот разврат! Я вижу всю эту торговлю! Я вижу всю эту нечистоту! В эту выгоду, которую люди пытаются извлечь абсолютно из всего! Конечно, этому Богу! Сколько Он прощает свой народ! Сколько они грешат! Он их наказывает! Он их дисциплинирует! Он их воспитывает! А потом ведь прощает! А потом покрывает своей милостью! И дальше ведет! И дальше заботится! И они под защитой! И никто не может с Ним ничего сделать! Конечно, я бы Ему все отдала! Я думаю, этого было достаточно, чтобы мог Бог потом сказать своему пророку, иди, я повелел одной женщине-вдове, чтобы она кормила тебя! Я думаю, она, конечно же, не догадывалась, как это все будет. Возможно, пока пророк дошел до нее, у нее еще хоть что-то было, в общем-то, что можно было отдать. Но тут вот ситуация, и к тому времени как-то вот Бог все это, мне кажется, регулирует. Он вкладывает в нас свои желания, свои мечты, свои дела, которые Он хочет через нас сделать. А потом, когда мы говорим, да, аминь, Господь! Ну, у нас еще все более-менее в порядке, так неплохо. Мы еще можем, значит, на что-то рассчитывать. Мы говорим, да, Господь! А потом Он ждет, когда у тебя все закончится. На что ты мог бы рассчитывать, на что бы ты мог опереться. И вот именно в этот момент звучат эти слова. Дай мне попить. А то так есть хочется, что переночевать негде. И тебе надо делать какой-то выбор. И тебе надо как-то откликнуться. И я думаю, что Дух Святой, который Иисус сказал, напомнит абсолютно все, напомнит все, что я говорил. Я думаю, Дух Святой напоминает и нам, что и мы говорили тоже, да, когда более-менее все было хорошо. А потом Дух Святой напоминает, и ты вспоминаешь, да, это представитель, она, я думаю, вспомнила, да, это же пророк из Израиля. Ну да, я же говорила, что я смогу отдать все. И вот он пришел. Да, Господи, я отдам тебе все. Я думаю, что именно этим отличалась эта вдова, этим качеством, которое Бог не смог найти во всем Израиле. способность отдать абсолютно все. Вы помните, отчего Иисус возмутился больше всего? Я лично не видел ни одного Его возмущения, когда Он приходил в дом мытарей, блудников, грешников, проституток, убийц, воров, всяких разных людей, когда Он приходил в эти дома. Эти дома наполнялись Божьим светом. Эти дома наполнялись такой благодатью и милостью, что все эти грешники, они поворачивались к Нему и готовы были жизнь Ему отдать. Как этот мытарь, Матвей, который сказал, я все тебе, все теперь готов отдать, возместить, открыл все свои сокровищницы и все отдает, и отдает, и отдает. Но я вижу, как сильно Бог возмущается в той ситуации, когда Он приходит в свой храм. Он приходит не в дом грешников, Он приходит в свой храм, в то место, которое Он предусматривает, чтобы люди там искали отношений с Ним. Несмотря на все ситуации, чтобы люди искали отношений с Богом. Именно в том месте они устраивают торговлю, они извлекают какую-то выгоду, они ищут какую-то возможность не потерять время напрасно, чтобы не потерять деньги, которые можно было заработать. Ведь, друзья, во время праздников и евреям нельзя было работать. Шаббат, отдых. Все, тебе надо поклоняться Богу. Вот праздник Пасхи, тебе не надо определенное время работать, тебе нужно поклоняться Богу, тебе нужно возвеличить Его в своей жизни, тебе надо просто остановиться. Как евреям остановиться, когда столько работы, столько всяких дел, и они мыслили так, чтобы не потерять это время. Они думали, что когда они служат Богу, они теряют время, по всей видимости. Они теряют деньги, которые могли бы заработать в это время. И поэтому Бог, ища хотя бы одного человека, который мог бы в это время голода довериться Ему и отдать последнее, принести эту жертву, на которую Бог хотел прийти и сделать чудо. Чудо все хотят, но жертву привести, принести не все способны. Чудес все просят, жаждут, Господи, сделай просто вот это чудо. А Господь слушает это и говорит, я хочу сделать это чудо, но можешь ли ты не разделять то, что у тебя есть между тем, что твое, и между тем, что мое. Можешь ли ты не разделять иногда христиане рассуждают примерно таким образом. Ну, вообще-то это слова Иисуса Христа, который сказал, что кесарю кесарева, а Божье Богу. А то, что семье должно принадлежать, это семье. А то, что мужу должно принадлежать, это мужу. То, что жене, жене, то, что дети, детям. А то, что работе, работе надо отдать. Ну, друзья, вы же разумные люди, вы же понимаете, кесарю кесарева, а Божье Богу, а тому того, а то, то. И такое распределение в жизни. Вы когда-нибудь пользовались компьютером, калькулятором в телефоне. Такой калькулятор, да? И вы пишете там цифры, пишете, пишете, плюс, минус, сложить, разделить. И когда вам надо сложить или произвести действия со многими числами, вы так пишете, 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 а сначала цифры такие большие, а потом, так как их много, они раз, такие, они же должны уместиться все на этом экране, да? И они становятся такие маленькие. Понимаете, да, о чем я говорю? Они такие большие, потом так интересно, раз, и маленькие становятся меньше такие, я думаю, этот экран – это наша жизнь. Туда вмещается столько, сколько вмещается. И я думаю, есть огромная опасность в том, когда мы начинаем разделять между нашим и Божьим. И тогда Бог становится в череде всех этих многих-многих ответственностей, многих дел, работы, семьи, еще чего-то. И чем их больше становится, тем Он меньше в этой череде становится. Он такой обычный становится. Есть семья, есть работа, есть богослужения, помолиться, почитать Библию, значит, сходить куда-то на домашку, сейчас и домашку ходить не надо. И все, Он такой маленький в череде многих дел. Маленький и бессильный становится. И если мы начинаем его разделять со многими-многими другими ответственностями, я думаю, в этом есть огромная опасность. Огромная опасность. Я думаю, именно об этой закваске фарисейской Иисус и говорил. Но я хочу обратить ваше внимание, друзья, сегодня. По отношению к кому Иисус сказал эти слова? Ведь Он сказал, отдавайте кесарю кесарево о Божьей Богу. Давайте прочитаем. Евангелие от Матфея, 22 глава, 17 по 22 стих. К Нему подходят люди и спрашивают, как тебе кажется, Иисус, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство, их сказал, что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которую платится подать. Они принесли Ему динарий. И говорит им, чье это изображение и надпись? Они говорят Ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарю кесарево, а Божье Богу. Услышав это, они удалились и оставив его, ушли. Друзья мои, эта речь была обращена к лицемерам. Эта речь была обращена к лукавым людям, как здесь написано. Которые не хотели посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Которые не хотели признать Его не только спасителем, не только раздаятелем хлеба, не только соделывающим чудеса, но господином для своей жизни. Они не готовы были признать Его тем, кем Он на самом деле являлся. И поэтому они пытались поставить Его в определенное место. Они пытались свести Его на определенный уровень. И поэтому, пытаясь разделить, спрашивали, позволительно ли отдавать кесарю. Но после ответа Иисуса они развернулись и ушли. Иисус просто поставил их в тупик, позволив им самим разбираться дальше, что надо отдавать кесарю, а что надо отдавать Богу. Вот где мучение, друзья. Вот где настоящее мучение, когда ты пытаешься определить, что же Богу в твоей жизни надо отдать, а что надо кесарю надо отдать, а что надо семье отдать, а что работе надо отдать. Вот мучение, которое я не понаслышке знаю. Когда ты делишь, и то тебе кажется, что ты мало отдал, и тогда чувство вины, потому что кто-то больше отдал в это время. И ты думаешь, ну да, надо же было больше такое огорчение. Эх, мало я что-то сделал, мало я что-то отдал. То тебе кажется, что ты много отдал. И тогда просто огорчение. Эх, я в это время мог бы другое сделать, я бы мог деньги заработать, я бы мог еще какие-то нужды в семье покрыть. Эх, никого не было. Я пришел там, один работал, никого не было просто. Куда приглашали? И огорчение тогда. Либо превозношение. Я один тут работал, один тут я, значит, вот все это делаю, а никто не помогает мне. И вот когда вот эта дележка, где твое, а где Божье, тогда очень трудно. Это мучение. Это реальное мучение в жизни. Иисус сказал, просто бегите ко мне. Если вы в оригинале посмотрите, значит, в это слово приходите, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и вы увидите это, приходите, просто возглас, там везде восклицательные знаки. Это греческое слово, которое означает, приходи, беги скорее ко мне, просто беги ко мне, просто вот мои объятия, просто отдайся мне, просто доверься мне. И я успокою тебя от всех этих бремен, от всей этой тяжести, от всего, от всей этой возни, вот этой, где ты пытаешься что-то разделить, и Богу угодить, и со своими ситуациями справиться. Как это все? И разочарование, или превозношение. Дорогие, я вижу, что и сегодня иногда такие вопросы звучат. А позволительно ли служить детям? Такие язвительные вопросы, я думаю. А позволительно ли мне работать? Или просто мне не надо работать, мне надо идти и просто служить Богу. А позволительно ли воспитывать детей? А позволительно ли мне заботиться о муже? Ну, конечно, не прямо, а так, дословно эти вопросы звучат, но смысл их точно такой же, как у тех фарисеев. Люди пытаются определить, что Богу, а что себе, и попадают в большую проблему. В проблему, где Бог становится в одной череде со многими делами. Маленький, бессильный, неинтересный, ни на что не способный. И он тебе все менее и менее становится интересен. И ты от такого Бога все дальше и дальше отдаляешься. И становится все больше и больше разных других дел, которые заменяют, заменяют, заменяют то, что только один Бог может восполнить по-настоящему, живой, настоящий и истинный. Бог, который отдал самого себя полностью. Бог, который пришел на эту землю и расточил написанное всего себя, не разделяя. Он даже не женился ни разу. Он даже не завел в себе детей своих просто по плоти, которых можно было нянчить, любить, выращивать. Я думаю, он бы вырастил просто супермена. Реально. Если бы он родил ребенка, точно бы супермена вырастил. Просто потрясающая идея могла бы быть. Но он принес себя. Он пришел не достигать чего-то на этой земле. Он пришел себя принести. Мы христиане, которые последовали за Иисусом Христом, который принес себя полностью, целиком, без остатка. За 33 года с половиной он смог расточить себя всего. За последние три с половиной года его служения он смог раздать себя полностью и без остатка. И отдал свою жизнь. Мы христиане, если мы следуем его примеру. Он сказал, что ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Он сказал, что мы должны подражать его примеру и следовать по его стопам. Это значит, что мы должны настроиться именно на то же самое и суметь отдать свою жизнь ему полностью без остатка. Вы можете подумать, конечно, той вдове было легче, скорее всего, вот послушаться Илью, пророка, потому что он ведь обещал ей, ведь он сказал, что мука в катке не прекратится, масло в этой вкумушине не закончится. Вот такая перспектива. Ну, конечно, почему бы не отдать последнее, потому что ты же получишь намного больше. А давайте обратим внимание на то, что Бог нам сказал, нам обещал. И не просто через человека, который мимо проходил, и ты в огороде копался, оборачиваешься, и этот человек говорит, слушай, дай мне все свое последнее, потому что Бог говорит, что у тебя все нормально будет, и потом на долгое время у тебя всего хватит, потому что Бог обеспечит тебя. Это не просто так. Мы читаем Библию, и в Слове Божьем написано определенное обетование. Давайте посмотрим. Кстати, надо сказать, что учеников Иисуса тоже, похоже, беспокоили подобные вопросы. Поэтому, если ты почувствовал себя в категории тех людей, которые пытаешься разделить, где тебе, где Богу, и что будет, если ты все свое отдашь просто, и будешь служить Господу, то ты не одинок. Ученики тоже об этом думали. Вот посмотрите, Евангелие от Марка, 10 глава, с 28 стиха по 31 прочитаю. И начал Петр говорить Иисусу, вот мы оставили все и последовали за тобой. По всей видимости, это то, чему Иисус учил, наставлял, и здесь Петр, как примерный ученик, говорит, я все понял, Иисус, мы теперь так поступили, мы теперь сделали, у меня один вопрос только есть. Иисус сказал ему в ответ, истинно говорю тебе, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат больше, и домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем, жизни вечной, мало. Но Иисус сказал, когда я приду на землю, найду ли я веру на этой земле? Я думаю, что нет проблем с теми обетованиями, с теми обещаниями, которые Бог нам дал, они гораздо масштабнее и круче, чем то обещание, которое Илья дал этой вдове, и она смогла послушаться. Проблема не в том, что у нас не достает каких-то обещаний. Вот что дальше написано в 31 стихе. Многие же будут первые последними и последние первыми. Друзья мои, я думаю, здесь Иисус хотел сказать, что так важно сохранить эту первую любовь. Вы помните, как мы пришли к Богу? Вы помните, как мы могли делать какие-то дела безумные Христа ради? Как мы готовы были отдать абсолютно все, понимая, что все, что было до встречи с Иисусом, оно хоть что-то и было, но оно настолько пустое, бесплодное. Более того, оно разрушало нас и вело все ближе и ближе к смерти. Но вот этот свет жизни воссиял внутри нас. Вот мы понимаем, мы теперь имеем реальные отношения с живым Богом. Мы готовы были все отдать. Иисус говорит, это правильно. Это состояние сердца. Мы сегодня слышали в этом призыве, когда Игорь призывал к действительным приношениям, что Давид молился точно так же. Он переживал именно о том, что состояние сердца может измениться. вот сейчас они горят, вот сейчас они такие молодцы. А потом у них что-то появляется в жизни, а потом они становятся какие-то перспективные уже в своих глазах, а потом они уже понимают, что они и с Богом живут, и имение определенное появилось. И очень легко изменить этот образ мышления. Уже все сложнее и сложнее. У тебя квартира появилась, 200 тысяч отдать, конечно, это не 10, и не 20 даже. И все сложнее и сложнее полностью посвящать себя Богу и не переживать о том, что ты чего-то лишишься. Именно об этом Иисус говорит здесь. Многие же будут первыми и последними. То есть кто-то был впереди, кто-то бежал, кто-то показывал пример своей жизнью, своей ревностью, своей жертвенностью, но что-то его остановило. Возможно, кого-то что-то остановило, кто меня сейчас слушает. Это или успех, деньги, это или какая-то перспектива, или напротив, какие-то трудности, или заботы, а может быть гордость, а может быть непрощение. Дьявол использует разные уловки, лишь бы остановить тебя в твоей ревности. Иисус говорит, первые могут стать последними, а последние, которые как эта вдова, даже думать не думали, как это она могла бы стать частью народа Божьего, а Иисус, начиная свое служение перед всеми иудеями, приводит ее язычницу в пример им. Так что они скрежетать зубами начали, схватили камни и повели его, чтобы просто скинуть, побить камнями, скинуть с горы с этой. Конечно, они считали, что они первые, они избранные. И здесь, ты кого нам в пример приводишь? Да, она на самом деле не могла себе представить, как она могла бы служить Богу, но вот теперь она, ее имя, величается очень сильно среди всех народов. Она показана в пример, она и не мечтать о себе не мечтала, а теперь ее имя так превознесено, что все приводят ее в пример. Это вдова из царепты Сидонской. Многие первые могут стать последними. Если что-то их смогло остановить, и они начали делить, вот это уже мне, вот это уже есть у меня, а вот это я могу посвятить Богу. Неважно, много или мало. Как та бедная вдова, которая опять же вдова, опять же бедная, опять же ее имя превознесено выше многих и многих имен на этой земле, которую Иисус приводил в пример, когда многие клали много в сокровищницу, она, и там, суть не в количестве денег, суть в том, что она смогла не разделять между своим и Божьим. Пришло время, чтобы жертвовать Богу, поэтому она пожертвовала. Так у тебя же последнее, а я не разделяю. Последнее, это первое, сколько у меня есть, сколько у меня осталось. Я понимаю, что сейчас надо делать. Вот ключевая мысль, которая была у этой вдовы, у одной вдовы, у другой вдовы, которая должна быть у нас. Вот ключевая мысль. Господи, что повелишь мне делать? Что я сейчас должен делать? Не от этого ли Бог избрал Савва, который был гонитель церкви? Но первый вопрос, после своего обращения, вот такого, радикального, когда он даже ослеп, он не видел ничего, но понимал, Бог, это Бог пришел в его жизнь. Первый его вопрос, что повелишь мне делать, Господи? Мне больше ничего не интересно. Когда мы понимаем, что Бог спас нас, вытащил из проклятия этого мира и предлагает нам перспективу неба, и никто не знает этот путь, кроме Бога, кроме Духа Святого, то неразумно ли отдать нам нашу жизнь полностью Ему и задаться этим же вопросом, что повелишь мне делать? И Он может разные дела повелеть делать, и Он может испытывать тебя, и Он может проверять тебя, но ведь в этом и состоит путь нашей жизни на этой земле. Я помню, как я тоже разделял. Допустим, работа, я работаю на работе, и я всегда считал, сколько я за день зарабатываю, но в принципе, думаю, это неплохо для самодисциплины, то есть, или ты просто проболтался, да, по объекту, ничего не сделал, либо ты поработал и что-то заработал. Это хорошо с одной стороны. Я всегда отслеживал, сколько я в день зарабатываю, зарабатываю, и старался не терять время напрасно, чтобы не пропустить это время, когда нужно зарабатывать деньги. Но, когда нужно было послужить Богу, мой внутренний калькулятор сразу же автоматически вычислял, сколько я потеряю денег. И поэтому я старался работать впритык до того момента, когда нужно было уже идти. Допустим, советы, мне нужно бежать на советы, я работаю, я понимаю, ну и так, я часа на три меньше в результате поработаю, пока доберусь, умоюсь туда-сюда, вот, поэтому надо работать впритык. Я работаю впритык, потом прибегаю на совет, часто признать, опаздываю из-за этого, потому что, ну, я все рассчитал, чтобы по минимуму потерять, понимаете, по минимуму я разделил, вот это сейчас я пойду служить Богу, а здесь надо просто деньги заработать. И, ну, сами понимаете, что полсовета я уставший, я прихожу в себя после работы, я неэффективный, потом включаюсь, потом в конце у нас совет только бы начинался, но надо время уже пришло, чтобы заканчивать его. Я не знаю, я один такой, или были там и другие, также братья, но сейчас за себя говорю, однажды я прозрел, я не хочу больше разделять свою жизнь на то, что для меня и то, что для Бога, я не хочу больше считать, сколько я потеряю денег, если я иду служить Богу, какая разница, если Бог предлагает мне что-то сделать для Него, какая разница, чем я сейчас занимаюсь, не важно, сколько я заработаю, не важно, сколько я пропущу, важно, что Он сейчас предлагает мне что-то сделать для Него, и вот эта ключевая мысль, эта центральная мысль теперь в моей жизни, я так благодарен Богу за то, что Он пожертвовал собой полностью, я так благодарен Богу за то, что Он избрал нас, которые такие были непродуманные особо, неразумные, неперспективные, может быть, Он избрал меня, обычного, простого, я так благодарен Ему за то, что Он открыл для меня путь в небо, и на этой земле я не хочу ничего делить, я верю Богу, что Он позаботится, один вопрос, который меня интересует, и в котором я хочу быть профессионалом настоящим, Господи, что повелишь мне делать? Так много суеты, так много разных перспектив, так много разных возможностей в этом мире, которые и дьявол предлагает, и этот мир предлагает, и они все ярко, бывает, горят, но есть один вопрос, что повелишь мне делать Ты, Господи? Что хочешь Ты делать сейчас через меня? Аллилуйя! Истинно, никто, Евангелие от Матфея, 6 глава, слова Иисуса Христа, 24 стиха, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, или что пить, ни для тела вашего, во что одеться, душа не больше ли пищи, и тело одежды. Вы можете сказать, ну, я, какая мамона, у меня нет никакого богатства, богатство может стать все, что угодно, абсолютно все, что угодно, дети, муж, жена, работа, квартира, дача, машина, все, что угодно, может быть твоей мамоной, твоим богатством. И здесь Иисус говорит сам принцип, а не то, что является мамоной. Он говорит сам принцип, невозможно разделить, невозможно разделить Бога, ни с чем невозможно разделить. Или ты Ему принадлежишь, или ты заботишься о том, чтобы исполнить Его волю на этой земле, или в твоей жизни появится что-то, что станет больше, и что начнет уводить тебя в сторону от живого Бога, так, что ты будешь все более и более не родить о Божьем. Есть страшная перспектива, которая написана, допустим, к Сардийской церкви, где он смотрит, он говорит, у тебя есть имя, у этой церкви имя, у тебя есть много что, но ты мертвый в глазах Божьих. Мы можем первые стать последними, мы можем даже омертветь для Бога, если позволим чему-то конкурировать с Богом, если позволим чему-то встать больше, чем Иисус, и чем написано Евангелие, и чем дело Божье. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что Господь призвал каждого из нас не просто для того, чтобы мы были. Я верю, что Бог избрал каждого из нас для своих дел. Я верю, что у Бога есть конкретное поручение, и не одно, и много, но верный в малом получает больше, в этом надо расти. И я хочу помолиться за каждого из вас, чтобы воля Божья состоялась, чтобы никто из нас не остановился и не оказался в числе последних, когда мы должны были бы быть в числе первых. Господи, спасибо Тебе. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты не разделил свою жизнь и не оставил что-то для Себя на этой земле. Мы благодарны Тебе, что Ты полностью отдал Себя и принес Себя в жертву за наши грехи. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты спас нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл наш разум, и мы сегодня видим. Мы благодарны Тебе, что сегодня мы не слепые, и мы понимаем, куда идем. Спасибо Тебе, Бог наш. Мы благословляем Твоё имя святое. Мы Тебе поклоняемся, Господь. Мы отказываемся разделять нашу жизнь между тем, что принадлежит нам, и между тем, что принадлежит Тебе. Господи, мы посвящаем свою жизнь Тебе. Я прошу Тебя, обнови нас в этом посвящении. Господи, помоги нам обновиться в этом посвящении. В чем бы мы ни находились сейчас, или в богатстве, или в бедности, или в здравии, или в болезни, Господи, мы посвящаем себя Тебе. Господи, и Ты знаешь, кто сейчас молится этой молитвой. Аминь, Господь. И если Он слабый, пусть Он станет в Тебе сильный. Если Он сейчас болеет во имя Иисуса, Он пусть станет сейчас здоров с силою Божьей, которая действует через Иисуса Христа. Я провозглашаю волю Божью в жизни каждого, кто посвящает свою жизнь Богу, кто отказывается разделять, кто отдает свою судьбу полностью. Душу, Дух и тело, которые принадлежат Богу живому, Творцу неба и земли. Аминь, Господь. Прими нашу жертву. Аминь, Господь. Освети собрание Свое. Освети Церковь Твою. Освети детей Твоих, Господь. И пусть Церковь Твоя обновится. И пусть то, что принадлежит Тебе, исцелится. Во имя Иисуса Христа, пусть благодать Твоя прибудет на нас, потому что мы доверяем свою жизнь Тебе. Мы отказываемся разделять. Мы доверяем своей жизни Тебе. Ты веди нас дальше. Ты направляй нас дальше, Господь, к тем делам, которые Ты хочешь делать в это время. Мы доверяемся Тебе. Мы отказываемся от страхов. Мы отказываемся от сомнений. Мы доверяемся Тебе, Бог. Мы благословляем Тебя. Мы называем Тебя нашим Господом и Спасителем. Мы Тебя провозглашаем Царем нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы поклонимся Тебе, наш Бог. Аллилуйя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова